Всем-всем большой привет, зрители нашего канала! Большой-большой привет! Как у вас настроение? Надеюсь, у вас все хорошо, у нас тоже все отлично. Сегодня, можно сказать, у нас крайний день нашего чудесного, необыкновенного отдыха в Арабских Эмиратах. Смотрите, как вообще блестят мои глаза, потому что я довольна, вы не представляете, как. Столько всего посмотреть, накупались сегодня, чемоданы наполовину уложили. Сейчас покажу, какой мой чемодан. Это вообще, молодец я. Ну, это мне Лена подсказала, что в ее большой нужно положить мой маленький. Сейчас мы идем в магазин, в торговый центр, который находится напротив нас, Сахара, купить разные штучки для себя любимых. Там уход за волосами классный такой, куплю, покажу. Для себя, для мамулечки купим. И потом с Леной отправимся гулять. Тут говорят, что в Шарджи есть самый, а, третий по величине фонтан в мире. И это Лена прочитала такую информацию. Лена вообще, она с ней очень интересна путешествовать, потому что я здесь вообще не заворачиваюсь. Что, как, все Лена продумывает, в том плане читает в интернете информацию с автобусами. Я такая, знаете, я вообще у меня собай, вечный собай. Вот, сейчас покажу чемодан. Неразрешимых задач нет. В большом Ленином чемодане поедет мой чемодан. А в маленьком чемодане, который я купила для ручной клади, но это я не для этой поездки, конечно. Я просто, я, ну, хотела докупить багаж онлайн. И мне не дали возможность это сделать. Сказали, надо в аэропорту оплатить. А, вы знаете, хорошо, когда одна голова, хорошо, две лучше. Мы вот с Леной подумали. И вот таким образом поменялись чемоданами. И упаковываемся. Так что все у нас войдет. Слава богу, компания Аэрофлот. Аэрофлот 23 кг. Все, мы с вами, как всегда, пошли по нашему известному маршруту. Торговый дом Сахара. Он тихий, спокойный. Мало людей. Все основные магазины есть. Но нету здесь Зара. Нету здесь, конечно, брендовых таких. Там, как картетик, они нам и не нужны. Ну, сейчас просто немножечко погуляем. Ну, раз мы здесь так и вы с нами. Поэтому пойдемте потихонечку посмотрим все. Ну, как всегда, зашли Ватсон. Лен, а может быть, Ватсон зайдем? Тут тоже со скидками бывают. 82 Дирхама. Вот эта фирма, по-моему, корейская. А это клининг-умывалка. А это 82 Дирхама. Нет, я вот это имею в виду. Это корейский дирхама, по-моему. Классно. 85 Дирхама. 82. Сейчас спрошу, корейский нет? Так вот смотри, здесь же тоже маски корейские. А, подожди, я не помню, что тут брала, но я наношу маску. Точно здесь брала? Да. Ну-ка, это что такое? А, это умывалка. А крем? Да, это крем. 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 А мне надо крем, что-то. Крем, этот. Крем, этот. Вот этот крем? Это корейский? Ютуб Джойс. Семьдесят четыре? А, сто, две пятьсот. Вот такой вот маленький. Ничего себе. Лен, сто дирхам. Крем корейский. Две пятьсот. Питательный крем для увлекающей кожи для женщин после 65 лет. У Токио. Джопанист тоже хорошая косметика. А есть тест? Вот это тест? Давайте тест. Пробую. Сто двадцать дирхам. Это сколько? Две пятьсот? Три тысячи? Ну, нормально. Нормально, если он хороший. Джопанист. Смотри, это сколько? Сто двадцать? На все случаи же. Чем они только-то отличаются? Сто двадцать или сто тридцать пять? Это прайс вот этот вот? Прайс. Вот этот или этот? Вот этот. Да, можно. Идти рутли, идти рутли. Вот, сто двадцать. Берем? Берем. Так, а маску ты будешь брать какую-нибудь, Лен? Я брала, и уже я точно там знаю, что она хорошая. А-а. Твою мстиль, что-то какую-нибудь. Дело в том, что я у них спрашивала, у них что-то шестьсот пятьдесят. Я уже думала себе, я куплю. Мне вот такое золотое не нравится. Вот смотрите, желтое-желтое. А, вот эти я что-то мереню. Какие-то из них. Блин. А вам нравится? Вот, смотрите. Сколько это дирхам, вот это вот, не вижу. Колечко. А, не видно. Тут, наверное, цен у них нет. Не знаю. Мне кажется, вот наше, российское золото, оно красивое. Нет, здесь тоже, безусловно, можно найти. Ну, им что-то особой цели не ставили. Думаю, попадется, куплю. Не попадется, не куплю. Да, все-таки прослеты. Вот эти еще красивые. А тебе нравится вот такого, со сквозки? Да, спасибо. Сколько он такой? Тебе такой нравится? Схватишь, что-то, да? Да, это 640. Просто интересно, сколько стоит. 1603 дирхам. 5.83 грамм. Здравствуйте, красивые. Ну, это получается. Сколько в долларах? В долларах на 25. Можно? Красивые. 25. 64 тысячи. В общем, друзья, я думаю, что... Не, можно, конечно, за 50 тысяч сергей найти. Да и лучше дома. Когда нужно будет, тогда я куплю. Сейчас пока, честно, и необходимости нет. Короче, не буду я попасть в это. Такая обувь дешевая. Кстати, она очень удобная. Я купила себе черные за 25 дирхам. Или за 30 дирхам. Сейчас, догадываю. 750 рублей. Понятно, что подуша полоненькая. Вот на каблучках. Может, я не знаю, кажется, неудобно. Такие скамнями. Смотри, какие под твой костюм были, Ле. 30 дирхам. А вот, кстати, смотри, на потоке, как у нас. Продавали. А-а-а. О, кстати, красиво смотрятся. Одинаково. А такие сколько стоят? 100 дирхам. Они все по 100 дирхам, смотри. Нет. Там есть какие-то банки. Это 100, может, чтобы снатоли. Что у всех? Хорош. Произведение искусства. Буговицы. 200 дирхам. 5000. Ого. Ну как? Теперь оторваться от сумок не могу. Тоже 200 дирхам. О, в магазине играет очень известная музыка. Смотрите, я хотела показать еще поближе. Прям все в каких-то пуговицах, кисточки. И сейчас я хочу обойти, посмотреть, как они с обратной стороны сделаны. Бусинки. Представляете, 5000. А с другой стороны, видите, когда вот здесь... Мне кажется, удобные они. Как вы считаете, как вам еще понравились такие сумки или нет? Купили бы вы такие за 5000? Подождите, смотрите, сам. Дешевый. Все, выходим. Золото. Как вам сумки, туфельки? Идем мимо. В один магазин зашли, вам показали. В другой зашли, показали. Это мамин крем. Я думаю, ей понравится. На 8 марта я чемодан. Она чемодан откроет, а там булавка. И джапанист крем. Это 39 прайс, да? Ого. Ничего себе, как такое может быть? Ну, это не кроксы. А, это не кроксы. Потому что сами кроксы стоят дорого. Все понятно. Нас очень привлекает, где написано «Ардена». Новая коллекция. Вот такие 99 дирхам. 2500. О, 149 дирхам. Здесь джинсы, наверное. Рубашки. Новая коллекция. 149 дирхам. Как моя фотография. Скайвилл. Такие клатчи 99. Вот она, 150 дирхам. А? 79 дирхам. Умножить на 25. 85 дирхам. Умножаем на 25. 25. 25. 169 дирхам. Реклама Армани. Мне нравится, знаете как, в Таиланде. Тот же магазин Армани в Турции. Раньше были очень большие скидки. Хотела я себе купить, ребят, ноутбук. А все ноутбуки с арабскими символами. Английский, арабский. Нужно, ведь, какую-то специальную наклейку приобретать. И тогда будет, ну, русская клавиатура. Ну, я не стану этим заморачиваться. А хотелось ноутбук. Вот и думаю, что ли ноутбук хорошенько купить, да резерву? Майкрософт. Кто разбирает 64, 899. Ну, вот она ведь. Клавиатура пока. Посмотри, сколько блестящих туфель. Значит, они пользуются популярностью здесь? Конечно. У арабских женщин. Две 500. А, подожди. 449 была, а сейчас 99. Со скидкой. Ну-ка, дай, покажу, получше. А вот эти интересные. 179 дирхан. Смотрите, какие малютки. Какие маленькие. Сколько стоит? Покиньте, 299 дирхан. 300 почти. 7500 рублей. Малютки, да? Малышки. Вот. А, вот 149 дирхан. Вот эти дайца скидки. Как вам такие сночки? Нравится? Угу. Малышки. Вот эти тоже 149 дирхан. Все туфельки. На каблучках. Мне пишут люди, что ты, Оксана, все так быстро, всегда снимаешь. Мы не успеваем рассмотреть. Я, конечно, учитываю ваши замечания. Стараюсь медленно снимать. Но потом я опять забываюсь и начинаю быстро. Ух ты. Смотрите. Вот это сапоги. Я даже не могу вам близко показать. Блестящие. Очень удобно. Покупаешь туфли за 149 дирхан. И покупаешь к ним красивую ссылочку. Хочешь черное, хочешь красное. Как вам туфельки? Это что такая за фирма? Балмайн. Напишите. Может, известная. Я такую не знаю. А ты знаешь? Не знаю. Я не знаю. Типа, мне кажется, теорище. Думаешь? Пойду посмотрю. Футболки. Давай посмотрим. А, ты думаешь, это очень дорогой, да, сегмент? Этот вот. Сколько футболки стоит? Примерно. Hello? 1960. Ого! 50 тысяч. Это дисконт, да? Сейчас дисконт, да? 490 это чуть больше 100 долларов. Но они, конечно, красивые. Ну-ка, если белую. Белая нет. Ну, такая она, смотри. Нет, а этот сайз-то? А, сайз. А heavy сайз XL, да? У них, наверное, есть. Ну, круто, конечно, красивые. Тоже 490. 490 это, ну, короче, умножить на 25. 1013, наверное. Красивая. Очень красивая. Ну что, судя по цене, это очень известная сеть. Да, может быть, у меня кажется, что-то не бывает. Ну, да, просто. Ну, красивая, ребят. 490 дирхам. Были бы у меня лишние деньги, я бы купила. Мы зашли в магазин, я бы Лена. 8 марта праздник. Поэтому все равно был друг другу дарить подарки. Давай, Гу, заранее обговорим, кто кому что дарит. Мы с ней нам говорили, и я показала, что я хочу. Вот. А Лена мне показала, что она хочет. В принципе, можно сказать, что мы обменяемся деньгами. Это если так подумать. 80 дирхам, обалдеть. Но с другой стороны, ничего мы не обменяемся. Потому что все равно ерунду был дарить. 85 дирхам. 85 дирхам это почти 100. Ну, не нравится, я возьму. Вот, конечно, вот этот классный, понятный мужской. Это вода. Ну, вода, но на 85 дирхам стоит. А, это чуть меньше 2,000. Приятно, да? А духи, если покупать, то будут 55 тысяч. 50 евро мы смотрели в аэропорту. Это крем. А, это крем мужской. Это все мужское? Нет, все мужское, но... Нет, не, нет. Более спринт. Спринт. Верно? Да, реально. Да. А вот это? Да. Ага. Теперь к сумме. Так, зашли еще в одну аптеку. Бутс называется в Таиланде тоже. Ватсин бутс. Ну, они все эти известные. Лена пошла сюда за масками. Купи одну, одну бесплатно возьмешь. Видите? 75 дирхам. Цена, конечно, космическая. Вот это вот 75 почти на 2 тысячи. Мне нравится, в Таиланде хорошие цены. В Таиланде прямо цены огонь. Здесь, конечно, цены... Ну, хотя тоже 20. Шампунь 20 дирхам. 15 рублей. Кстати, спасибо зрителям. Написали, я купила вазелин. Потому что губы иногда так трескаются. Написали, что вазелин очень ложь. Ничего себе. Цены. Витаминки для детей. Видишь, что? Ничего себе. Витаминки стоят. 502... А, 252 дирхама. Здесь что-то нет. В составе богатые. Вот где-то сладкие, наверное, да? А вот, я смотрю, какие-то с органиком. Веганские. Веганские. Это хорошие, интересно, или нет? Тоже для волос, что-то. Цены такие дешевые. Ну, они дешевые у нас тоже есть. А вот тоже закрылись. Краска для от... С лавандой. 35 дирхам. А это вот штука 25. Шампун. Интересно, я покупала в Таиланде. 100 таблеток стоило... 20 таблеток 25 бат, да, стоило? Не помню. Вот видео бы найти. Здесь вот 100 таблеток 150 дирхам. Ценит космический. Ну, 3 с чем-то тысячи. В Таиланде точно дешевле. Я не помню, то ли там... Надо видео смотреть. Можно я это транслейт сейчас? Это стоит... А, это 10,50 дирхам? А что лучше? А здесь 24 таблетки. 13,50. О, супер! Спасибо! Так. Эприл называется магазин. Еще хотим. Сейчас я хочу посадить. Ты сейчас серебряный брала? Угу. Нет. Нет, серебряный мне не пойдет. Серебряный. А, такой магазин хороший. Пришли теперь что делать? Краситься к зеркалу. Космитика, конечно, чудесная. Здесь тени все купила. Классные. Очень довольна. Давай я свой достану. Тот второй телефон. Это что такое? Это кондиционер? А, это тоже шампун. Вот, 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 кондиционер, вот. А, сыворотка есть у них? Нет, ты мне даришь вот этот кондиционер. Да, дарю. А, я себе еще хочу вот этот тоже взять. А это с серым, вот это? Нет, это спрей. Ну, то же самое, что со всеми из там... А фумаза? Фумаза, что взять? Фумаза, this... Вот этот взять, фумаза. О, also good, спрей. Good. А сколько это... After wash, да? After wash, serum. Little, little... Dry hair. Dry, dry. Dry, а потом hair, да? Yeah. А потом serum, every day? Or wash. Wash, yeah. Very good. А сколько стоит? How much? This good price. Don't worry, friends. Friends. А это шампунь, да? This shampoo, this serum, this cream, this cream, mask. А кондиционер? This conditioner mask one. Короче, маме лучше вот это взять. Или вот это лучше маме? This. This spray, this shampoo, this serum, this conditioner cream. В общем, она сказала, что маме лучше взять serum. Лена взяла себе... Это очень хорошая фирма, ей понравилось. Она взяла себе шампунь. Лена взяла себе шампунь, в общем, здесь прайс, да. Так, а дисконт? Здесь. Вот это, 164. This ready offer. The offer. Лукер, please, please. Спасибо. Come, come, come. Try. Buy one, two, this is a blot, never dare. Арабик. Арабик смель. This is Sheikh Zayed Gardinia Bran. You know? Sheikh Zayed. Sheikh Zayed. Gardinia Bran. Не, спасибо. This is Kalkaskoy. This is Kalkaskoy. Не, не, спасибо. Не, не, спасибо. Россия, Россия. Россия, Россия. Хорошо, Россия. Хорошо, Россия. Хорошо. Bye-bye. Вот стоит раз разрешить. Брызнуть в себя. Все, вы попали. Друзья, мне ничего не надо было. Не, ладно. Значит, я купила сыворотку для волос. Будут у меня... Не, ну, хорошая косметика, она стоит дорого. Вот получается, что мы с вами купили. Я вам покажу. Японский крем для мамы. Итальянскую сыворотку для мамы и для себя. Что, мы больше маме ничего не купили, что? Ай. Ай, все. А, и таблетки нам посоветовали от простуды. Ну, в принципе, и все. Так что, когда мы что-то покупаем, ребят, мы маму никогда не забываем. Мы стараемся из каждой поездки что-то приятное сделать. Вы спрашиваете о папе? А папа нам всегда говорит, а привезите мне три пельсинчика. Я, говорит, хочу, ну, разную страну, ему турецкий очень нравится, пельсины. Мне кажется, здесь тоже турецкий. Ну, факт тот, что папу мы балуем икрой, финики. Вот такой вот. С радостью он сейчас тоже старается практически не есть. Ну, в общем, маме легче подобрать, чем папе, чтобы вы понимали. Потому что, допустим, одежду папе только мама покупает. А мы можем и не угодить. Такие дела. Ну, они плотные, смотри, какие. А чей-то производство, да, посмотрим. Нет, смотри, какое качество. Да, качество вообще огонь. Только я не пойму, кто производитель? Катон это, посмотри. Он такие, конечно, Катон. Он такие очень любит. Ну, возьми. Только какие ему, что, две черные взять? Ну, если он черные носит. Белую одну кушку. А она не такая? Такая, тоже плотная-плотная. Давай, Юрий, взять вот такую вот кофту. Он такие любит полосатые. Цель такая здоровая. Это сейчас что-то за размер такой. Широкая. Ну, блин, не будет он носить вот с такой вот. Сзади, видите, написано стартер. Ни за что не оденет. Лена, себе футболку, смотри. Я же тебе говорю, хочу посмотреть сейчас. Такой универсальный магазин. Мы его уже снимали. Вот. И, оказывается, он пользуется вообще огромным спросом. Тут есть вещи и синтетические, и Катон. И дешевые. И дорогие. Ну, очень много вот с такими с украшениями. 109 Дерха. 2500 и 250. 250. Я уже все хуже и хуже считаю. Вот такая, смотрите. 109 Дерха. Не знаю, ну, только черные. Эль. А вот два XL есть. Два не надо XL. Нету белые XL. А, ты хотела белую? Я возьму сейчас эту и ту померю. Давай. Тоже черные померю. Не, она вообще классная. Вообще суперская. Вот эта вот XL. Я... Давай возьмем две и будет дешевле. Ну, давай. А интересно, вот эти штуки отлетят? Красиво. С Леной их шили померить. Смотрите, какая она плотная. О, у меня Элька тоже, наверное, маленькая. Все обтянула. Мне кажется. Сейчас покажу тебе. Смотрите, какие-то нитки. Если две, то за 69. Смотрите, тоже что тонкие. Если одну, то 49. Ладно. Черненькие вот такие. Ой, черненькие. Снота на белую, гучерненькие. Одна за 79, две за 139. Ну, как так? Вот смотрю на белую, говорю черную. Совсем, что ли, уже крышняк поехал? По-другому не скажешь. Сколько это? 199 дирхам. Ого. 200 дирхам, считайте. А 200 дирхам это сколько денег? Это 5000. Ого. Белую мне понравилось. Сколько платьев. Прикольно. 200 дирхам. 5000. 16 дирхам. Интересно. Вот он. Тоже они разные, что ли? Они одинаковые просто. Посмотрите, какое белое. Белое, проживное. Вот на пугольцах, конечно. На поясе. Не знаю, все мерить надо. Вот так вот оно. Это йогурт вкусный холодный такой. Шоколад. Давай, ага. Second. Шоколад где этот? Шоколад. Манго. Сталбери. Ага. Все, финиш. Шоколад. Шоколад. Можно? Нет. Я пойду засохом в Гуава сейчас. Красавище, да? С магазина вышла вся в этих. Все у меня блестит. 25 дирхам. 25 на 25. Сколько это будет? 3. 3. Я так урошу. 125, тут 625. Ага. Спасибо. Типа русский, все, правда. Ага. Спасибо. Так, вызвали мы такси. Через приложение ждем. Едем мы в такси, разговариваем с пакистанцем, рассказываем им, где были. Он говорит, давайте еще селфи сделаем. Включил телефон свой, слышал, что видела. Мы говорим, да нафиг нам селфи нужно. В общем, короче, здесь такой трафик, что вот у нас по таксометру 5 дирхам. Ну, сейчас мы едем, короче, в центр гулять. Завтра уезжать, а мы все гуляем, не нагуляемся. Да, в общем, за 20 дирхам мы сюда доехали до центра Шарджи. Какая большая Шарджи тоже, конечно. Ну, это следовало ожидать. Такси, в общем, говорю, ехали 10 минут. А, ну, не так долго ехали, да, в принципе, нормально. Пойдемте гулять. Сейчас. Подожди. А, все, зеленый. Да, здесь можно гулять, правильно Лена говорит, но мы поехали в центр Шарджи. С сумасшедшим трафиком. Это нереально передвигаться. Так, что еще тут сейчас зеленый? Ну, пойдемте с вами погуляем, посмотрим. Многие зрители здесь были. Кто-то собирается ехать. Посмотрим. Посмотрим центр Шарджи. В Дубай, мол, мы ездили. На башню поднимались. Сейчас вот фотографируемся. Что тут написано? Короче, фестиваль какой-то. Фонтан посмотрим. Вообще так прохладненько вечером, я смотрю. Ткани какие-то продаются. Перекусы. Лену мне предложила дойти до фонтана. Ой, не до фонтана, а до колеса обозрения. Вон, видите, вон он вдалеке. Мне кажется, что там больше людей. Ну, конечно, я ошибаюсь. Видите, народ отдыхает. Здесь служайки чистые-чистые. На первый раз вот в Дерри жили. Тоже идем все вот так вот на травке сидят. Уставшие после работы работяги. И мы такие. Это был 2009-2010 год. Мы все время здесь искали шоппинг. Хотели. Ну, нам вообще говорили, что Дубай. Здесь там столько вещей. Ну, раньше же занимались. Электронику возили, да? Помнить там телефоны, телевизоры. Ну, и вещи. А мы не знали, где их покупать. Нам там, значит, там, к примеру, Дубай, мол. Мы поехали в этот Дубай, мол, там, все ноги сбили. Там, допустим, ну, к примеру, Дейра, мол. В общем, все эти молы. Золотые базары. Рынки. Какие-то рынки с женской. Мы говорим, где вещи на нас? Хоть что-нибудь. Говорим, где красивые? Туника, кофты, платья. И у нас начинался день. Здесь, если у нас начинаются экскурсии, то в тот раз мы, знаете, как начинался день? За завтраком. Ребят, куда нам сходить? Где тут вещи, вещи покупать? И они там, а мы записываем, записываем, куда ехать. И нам туда-сюда. Все, значит, мы позавтракали на пляж у нас. Вот Аль-Мамзар пляж был. Нас туда отвозили, привозили. И обедали у нас был завтрак, обед. И все. И погнали по этим магазинам. А вечером уже сил нет. Идем мимо Макдональда, купим гуаву. Где-нибудь в магазине сок. Возьмем стаканчики, посидели, выпили. И спать. То, что вот вспоминаю шоппинг. Шоппинг. Ветер такой, боюсь, что вам не слышно будет. Мы с Леной идем и разговариваем на тему, что Шарджа – это самый безалкогольный штат в Эмиратах. То есть, если в Дубае, допустим, при том же отеле, даже когда мы приезжали ранее, можно было там купить пиво по космоцене. Ну, я не помню, сколько стоило. Ну, космоцена точно. Если в Дубае сейчас можно купить, в Абу-Даби отеле все включено, то в Шарджа вы не найдете ничего. Мы после экскурсии с Леной вчера так устали. Думаем, сейчас бы по бутылочке пива бы хотя бы. Хотя мы не любители пива. Ну, зашли, пива нет. Ну, ладно, взяли посылку манго. И хорошо. И хорошо. Да, и хорошо. Поэтому хорошо жить в Шарджа, в безалкогольной стране. в безалкогольном штате. Нет, да, конечно, все просто рассказываю вам. Мне кажется, кто... Мы же как будто бы много вообще, допустим, с Турцией. Да. Мы же показывали по газонам, мы с тобой приезжали. Все сидят у них вечером. Да. Трапезы с чайником, с кофейниками, с семьями, подружками. Собираются, общаются на улице. Да, да, да. И здесь то же самое. То есть все-таки мусульманский мир, какой он огромный. Что их объединяет. Вот нас, европейцев, сюда возьми. Кто тебе на поляну сядет? Да не сядут, наверное. Ну, мы просто... У нас нет... О, я бы не зашла на лодке сейчас. Я там... Я так-то иду, мне бы холодновато. Ветер здесь. От водоема, наверное, ветер. Вот они на лодке катаются. Так странно. Вот два балкона, ну, примерно два светятся. А остальные, что, их не заселены? Или их дома нет, как думаете? Так я все-таки не могу понять, где же все-таки этот фонтан, который сказали, что третий по величине в мире. Может, это имели в виду дубайский фонтан? Ну, ладно. Приедем еще, почитаем для информации. По крайней мере, это уже легче будет разобраться, когда ты здесь был. Не-не, по-тейтуру. Какой мне по-тейтуру? Вот, видите? Лен, я вот смотрю на дом, смотри. Что, получается, только три квартиры заселены, да? Не, например, а где остальные-то? Ничего не светится. Остальные все гуляют? Да здесь уже, как ты думаешь, вот этот район для богатых уже, в Шарджи? Ну, да. Красивые уже дома. Цивильные. Ну, в общем, я хочу сказать, что по ощущениям, по моим ощущениям, мне в Дубае больше нравится. Да, и если выбирать, что, где остановиться, я бы все-таки... Ну, мы в следующий раз с Леной выберем... Либо Абудаби. Мне Абудаби очень понравилось. Ну, если не ездит в Дубай. Если не ездит в Дубай, то да, Абудаби, зеленый. Ну, короче, так вот. Зеленый такой. Менее тоже, мне так показалось. Меньше машин, меньше людей. Ну, трафик, кстати, такой... Да, здесь после... Не, один раз, ну, помнишь, попали в праздник какой-то, все обливались? Как, было 51 год Арабским Эмиратам? Это был декабрь месяц, мы попали. Нет, это какой-то один день, они обливались. Это был праздник. Я же спрашивала у индусов тогда, останавливала, и они рассказывали. Это у них традиция. Один день, когда они друг друга вот этим всем поливают. Ты не сдала, что он дает 51 год? Ну, не знаю. Не буду спорить. Когда я не уверена, я не спорю. Лена говорит, как в Грузии. Теперь похоже. Смотрите, вот они фонтаны заработали. Отдыхали. А мы уже оттуда ушли и пришли с вами к мечети. До меня сейчас дошло, ты видела в магазине, какое количество у них пластиковые пошутки ходит. Так, потому что они вот здесь... По 100 штук там. А, на пикники, потому что, да? На пикники, вот, ты видела, они сидят, они походят на стаканах. Да. Ну да, они, наверное, всеми семьями или подъездами выходят. Как тут у них принято? Семьями. Под детей, когда они пошли вчера. Согласна. Только у нас там мужики это с личной, одна большая. Женщины-то не работают. Не работают, они только занимаются детьми у них. Ну, это тоже работа занимается. Детьми, наверное, на работу парни. Никогда не едем. Мало что знаем. А Дубай, он... Ну да. Дубай, он какой-то родной. Как он тебе родной? Не, ну он туда приезжает, что уже все знаешь. Мы в Европейске. Здесь в Европейске, по сути дела, вот, одни мы идем в округе... Суши, да, здесь... Темные. Ты вот найди здесь хоть одну бронзинку, когда я иду, покажи мне хоть одну женщину с белыми волосами. Не, не одной, согласна. Так, ну ладно. Напишите, наши зрители, вот интересно ли вам посмотреть вот такую сторону наших видео, где мы идем с Леной, просто гуляем и показываем вам вот как живут, допустим, здесь в Шарджи. Для нас все новинка. Мы сами не знаем. Да, для нас интересно. А вот я думаю, интересно ли будет вам смотреть, ну, как бы вместе с нами. А мне вот очень интересно смотреть на жизнь других людей. Вот у них вечер. Вот они отработали. Вот они все вышли на эти газончики. А сегодня выходной, Лена. Да. У многих. А, сегодня суббота. Сегодня еще суббота. На воду. То есть сходили в мечеть. Понимаешь, там у нас пюскают после работы люди. А у них вот. Так они даже не думают, для них у пива уже с детства не существует таких понятий. Что они покуривают? Не знаю. Напишите, кто знает, покуривают ли они, понюхивают ли они. Будет интересно почитать. А это вот прямо джунгли, смотрите, посредине острова. Мы вчера, когда шли в Бурш-Халифу, девушку остановили, у нее была с собой, я не знаю, как это. Айкос, не знаю. Ну, типа Айкос или электронная сигарета. Ну, что-то, какое-то устройство, типа как... А Бурш-Халифу проходишь как в самолет, то есть все вещи так же на ленту. Мы встали, изъяли. Изъяли, да. Смотри, какой остров. Вот это вот парк, наверное. Остров Невезения в океане есть. Или колесо обозрили. Мы что-то его что-ли прошли. Мы его что-ли прошли. Вот автобусы сюда приезжают, наверное. Слушай, мне интересно в этот остров сходить. Или как-то... Пойдем, да. Слышь. Да не, мы поедем ненадолго. Нам дела там надо делать еще. Ну, мы же сюда не скоро теперь приедем. Хочется все посмотреть. Да. Мы же уже приехали. Усталость. И нам, мы с Оксаной говорим, мы легли в 2 часа ночи спать. Она забудется, но воспоминания остались. Да, всегда так. Мы здесь были, мы видели, а потом скажем, о чем мы там настолько сильно встали. Дома отдохнем. А я Лене всегда говорю, Леночек, пройдут годы, и мы с тобой будем вспоминать. А помнишь, мы там были? А помнишь, мы же вот сейчас с тобой. А помнишь, мы в Доминикане были, как нам было тусовочно. Платный, что ли? Сейчас посмотрим. Ну, пойдешь, пойдем? Не знаю. Да ну нафиг. Зачем нам бабочки-то? Ну, 20 парк бабочек. Ну, а что, может, там красиво? Давай подумаем. Только. Так, надо подумать, пойдем мы в парк бабочек или нет. Так, ну что, в парк с бабочкой мы все-таки не пошли, потому что это очень дорого. 75 дирхам уж и не очень дорого. Ну, бабочки у меня есть дома. Смотрите, сколько людей. О, весь поет. Пи. 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 Молодцы. Поют они на английском. Ну да. Сейчас посмотрим, что это за лоб здесь. Там уже, уже веселее становится. Куда? В парк. В парк. В общем, куда бы у нас лапешок, у нас везде еда, еда, еда. На каждом хорошее. Они, видать, с собой все несут. Отдельно. Ты видела? Вызывали музея, где еда. Ага. А вот так вот на набережной идешь, кусочки, тут, тут, тут огромное количество. Ты смотри, сколько. А здесь нет. Правильно, Лена говорит. Здесь европейских вообще никого. Не встречается людей. А, ну да. А это вот мечеть красиво. Видите, какая. А это... Ну, молодцы. И не болеет. А что тут? Да, вот я тебе говорю, что закалю. В Корее же там босиком у них и в садике, там в тапочках не перебывает. А у нас, конечно, кутаем, кутаем детей. Надо с детства закаляться. Это у них что-то тут. Типа кафе, наверное, Лена. Какой-то чай нужно купить. Это чай. Так, чай. Так, а где же нам такси есть? Здесь, а? Да, здесь денег сейчас найдем. А это должно быть, наверное, на нем. Ну, получается, если мы пройдем, наверное, парк напротив, там будет море, да? Юля, а дай кафе. Чувствуешь, как пахнет? Да. Друзья, вот так вот мы с вами прогулялись по центру. А сейчас решили следует заехать в Макдональдс и перекусить риса. Ну, и сегодня будем, планируем пораньше лечь спать. Не знаю, насколько это нам удастся. Уже 9 вечера. Пока туда-сюда. Наверное, раньше 12 не получится. У нас вылет в 9 утра. У нас выезд из отеля в 4 утра. Это, конечно, нереально. В общем, друзья, погуляли мы в Шарджем. Имеем представление, где центр, где парк бабочек. А, обед мы сегодня завтра пели. Обед ели, ты сказала, да, наверное? За ужин заплатили 60 дирхан. До Макдональдса не дошли. Там бы я съела только рис и колу. За 23. И все. И была бы, ну, не знаю, на половину голодной, на половину нет. Показываю здесь уже. Раз заплачено, это все меняет дело. Значит, у меня на ужин арбуз с десертом. Рис полито, курица в сливочном соусе. Салат. О, суп луковый. Блин, Оксана, как всегда. Ну, я про себя говорю, что нельзя мне ездить. Допустим, в отеле все включено. Когда все включено, значит, я ем. Когда все не включено, я не ем. Дорогие друзья, на этом буду заканчивать видео. Не буду вас утомлять. Увидимся с вами в следующем видео. В следующем видео у нас будет аэропорт. До встречи.